Селетняя национальная оздоровленная компания поставила свой особливый рекорд опошних годов и по выдаткованной на подрыхтовку сумме, каля 50 миллионов рублей, и по охопу детей. А маль 42% белорусских школьников, это больше за 390 тысяч человек, оздоровились селета в лагерах краины. У сего их працевало больше за 4,5 тысячи. А кроме стационарных летников, лагеры розных форма удейничали при установах эдукации, спортивных школах, на базе санаториев и детских реабилитаций на оздоровленных центрах. С якими выниками они спрацевали, разглядели на Республиканской нараде, якую узначали у министра эдукации Игорь Карпенко. Одной из узнятых им проблем, якая поспела стать адмонной тенденцией на территории всей краины, была тема закрытия летников. И аж 8 годов тому в Беларуси это лишь бы доходило до 25-ти, что год. Мы очень жестко требуем от всех территорий сохранение вот этих баз для проведения летнего оздоровления. К сожалению, да, к сожалению, идут разговоры, все чаще они идут, непрофильные активы. Давайте там предприятие избавится от какой-то социальной там сферы, передадим куда-то и так далее. Мы вот к этому относимся очень осторожно, потому что потерять базу для оздоровления можно очень быстро, а создать, к сожалению, не так просто. Сегодня в Украине наличивается 146-летников. Каб максимально задоволить истинующий опыт, миновата на такую форму отпочинку, лагеры працуют у 5 измен. И аж еще одной из популярных у Апошнича с формой проведения детячего оздоровления стала организация палаточных лагеров. Новую для себя форму, дорогие, все лета опробовали и в Центре святанок. То, что касается Брестской области, здесь действительно есть над чем работать, потому что база стационарных лагерей недостаточна именно в Брестской области, поэтому очень широко используются базы арендованные. Мы думаем о том, чтобы задействовать школы, которые закрываются в экологических чистых местностях, в сельских местностях. Поэтому по Брестскому региону есть необходимость развития этой базы, это однозначно. По части семинара на Раде отбылась и презентация проектов по организации детячего вольного часа и отпочинку. В Брестской области все лета бы удал и реализованы целый широк таких программ. Сиротых – створение спортивно-патриотичного лагера на территории Брестской крепости и трансграничное супрацовнество, наладженное Брестским областным управлением МНС с отповедными ведомствами во Украине и Польше.